Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Смотр Рэйдж, всё как всегда. И как ты понял по названию и по поводу ролика, сегодня мы с тобой вместе проверим расход топлива на разных автомобилях. На дешевых, на дорогих. Расход топлива с премиумом и без. Разрушим этот миф или подтвердим. И не смотрите, что я голый. Это пасхалка к следующей серии. Я желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. А перед началом данного ролика, хотел сказать, что именно на этом сервере у меня есть свой личный промокод Эван. Вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Иди сдавай направо и работай на свою мечту. Ну что, как вы поняли, сегодня мы с вами вместе поговорим о расходе топлива на данном сервере. Если вы смотрите не только Смотру, а ещё МТА, то на Редмире я уже делал подобную рубрику. Только там были автомобили и там реально тачки зависли от расхода. Там был мелкий, средний, большой расход. Также там были электрички. И было интересно, какой же тип транспорта более выгодный. Можно сказать, я вдохновился этим видосом. И сегодня на Смотру Рэйдж в GTA V мы с вами сравним расход топлива на автомобиле с премиумом. Потому что в премиуме есть пункт, что если ты его купишь, у тебя расход будет в два раза меньше. Мы проверим, так это или нет. Значит, я вам расскажу, как же у нас будет устроен эксперимент. Мы приехали в Palito Bay на заправочку. Заправили наш автомобиль до полного бака. Сейчас я вам расскажу, а потом посмотрите. Вот. Мы взяли для примера 812 Superfast и E39. Чтобы посмотреть, есть ли разница между дорогими авто и дешёвыми. Ведь Superfast стоит 32 миллиона, это суперкар. А E39 это обычная BMW за 2 ляма. Тоже будет интересно, есть ли между ними какая-то разница или нет. Когда мы взяли эти автомобили, мы должны проехать вокруг всей карты GTA V. То есть мы едем по трассе, заезжаем в город. Город также по трассе. Потом возле свалки, возле порта. Объезжаем справа, возле электростанции или что там. И едем просто всегда по трассе. Ну, сейчас вы, я думаю, на карте видите, как мы должны проехать. Но, в принципе, дальше увидите. То есть, повторюсь, мы приезжаем в Политабай, заправляем наш автомобиль до полного бака. Записываем значение в начале километража и бака. И едем кружок. И в конце, как мы приехали, тоже записываем, сколько у нас накрутилось километров. И сколько у нас потратилось литров за этот весь круг. Поэтому сейчас вы увидите на экране 3 автомобиля. Это 812, там, наверное, где-то будет написано. 812 с премиумом, 812 без премиума. И чисто для эксперимента BMW 39, как бы дешевый класс. И посмотрим, есть ли разница все-таки в литрах, в километрах, если мы проедем одинаковую дистанцию. Погнали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, вы только что посмотрели, как мы проехали. Проехали достаточно интересно. Я надеюсь, вам это понравилось. И теперь самое интересное. Это же итоги. Что же все-таки случилось? Знаешь, в начале эксперимента у нас на Ferrari... X-Premium, кстати, записывался в разное время, поэтому не удивляйтесь, что когда я снимал Ferrari с премиумом, у меня было 9973 пробега. А когда я снимал уже Ferrari без премиума, то у меня было 27698 пробега. Потому что я снимал эти видосы в зазоре 2 месяца. Именно Ferrari с премиумом я еще снимал в начале марта. Поэтому да. Значит что, 812 Superfast без премиума. Мы проехали этот круг, одометр наш нас считал 542 километра и потратили мы на него 46 литров. За 542 километра. 812 Superfast с премиумом. Мы проехали 544 километра. 2 километра разница, да, это в допусках, да. И потратили 23 литра. То есть без премиума мы проехали 46 литров потратили, а с премиумом 23 литра. То есть все-таки миф разрушен. Все-таки расход X2 меньше, да. И теперь самое интересное. Если мы ехали на Ferrari, мы проехали 544 километра, то на том же самом кругу, что мы сделали на E39, мы проехали всего лишь 432 километра. Что на 110 километров меньше, чем на Ferrari. Хотя мы проехали одинаковую дистанцию, но почему-то одометр на E39 насчитал немного меньше. А самый прикол в том, что E39 за эти 432 километра, за этот же круг потратил 36 литров. То есть если мы проедем на E36, ой говорю на E36, на E39 этот круг, мы потратим 36 литров. Если мы проедем на Ferrari этот круг, мы потратим 46 литров. Вы можете сказать, наверное у них разный расход топлива на тех автомобилях, потому что это суперкар, это обычная BMW. Но нет, я вам скажу другое. Если мы сделаем формулу и посчитаем, то все-таки расход зависит от километража. То есть расход у всех автомобилей одинаковый. Главное сколько вы накрутили километров. Если бы я проехал на этой BMW 540 километров, как и на Ferrari, то есть еще бы накрутил 110 километров, то эта BMW тоже бы сожрала 46 литров. Но я наездил немножечко меньше, и поэтому сожрала немножечко меньше. Значит запомнили, да? Расход на всех автомобилях у нас одинаковый и зависит от километража. Может кому интересно какой расход топлива автомобилей на 100 километров, я вам скажу, что это 8, 48, 8,5 литров на 100 километров жрет твой автомобиль. Ну а в принципе у меня на этом все. Вот такой вот интересный видос, эксперимент получился. Пиши в комментариях, как тебе он зашел или нет. Также пиши новые идеи для следующих роликов. Может вы знаете еще какие-то мифы, эксперименты, которые бы хотели бы проверить. Мы обязательно это сделаем в лучших традициях. Ну а у меня на этом все. Нажимай на лайкос, пиши любой комментарий. Все смотрю, все лайкаю. Также не забывай подписываться на канал, везде входит очень много интересного, полезного, веселого контента. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми, когда их не пропускать. Ну а с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи пацаны и всем пока.